И мы двигаемся дальше по программе. Следующий докладчик Павел Ливеревич Крупкин, наш коллега из Парижа. Он будет говорить на тему политико-этиологический анализ трех кризисов обреченности социального порядка. То есть мы переходим от доктрин в социальные феноменологии. Пожалуйста. Во-первых, я хотел бы поблагодарить организаторов за то, что зачайно держит актуальность в эту тему. Во-вторых, за то, что дали мне возможность здесь выйти. Время, остающее еще для нового начала. Как было заявлено... О, спасибо. Слушайте, это самое, мою презентацию. Нет, здесь что-то просто не найти. Ну ладно. Прошу прощения. Презентация... А, будет? Нет, это не она. Спас, название. Ну, название, там, время, остающее для самого... По-моему, по имени конференции HSE. Вот, все. Спасибо. Вот, время... Время, остающее еще до нового начала. Ну, в принципе, уже был в начале наших заседаний. Вчера было заявлено время, остающее для нового начала через ожидание революции. Что вот наступает время, когда так больше жить нельзя. Мы ждем, что верхи не смогут. И, соответственно, еще и новые начало. Но наряду с этим ходом, может быть, ведь ход, что верхи смогут-смогут. А вот наш социальный порядок, к сожалению, находится в каком-то обреченном состоянии. Либо потому, что он умирает, социальная ниша схлопывается. Либо верхи не наши, они нас просто удавливают. Второй путь может сомкнуться также к тому, что социальный порядок у нас хорош, а вот верхи нас потихонечку давят. И здесь, естественно, всюду возникает жажда потихон. Я вот заметил вчера по конференции, что понятие катихона требует такого определенного осмысления, поскольку появляется безграничность в связи с логическим ходом. Любой социальный порядок, он прежде всего удерживает этот порядок от беспорядка. То есть он является катихоном. Пойдем ли мы сюда? Да, я тут, так сказать, взываю к тем, кто занимается фундаментальными проблемами социологии. Я лично пока операционализирую понятие катихона, как этот актор, субъектный. До некоторой степени он вне социального порядка, поскольку может ввести червячайное положение. И может быть воображаемо или трансцендентно. Теперь дальше. Вопрос существования катехона. Естественно, например, даже для революции катехон не очевиден. Вспомним нашу революцию конца 80-х. Наша революция конца 80-х. Кто там был катехоном? Нина Андреева? Егор Легачев? То есть бывают ситуации, когда с катехонами возникает вопрошение. С другой стороны, моя операционализация не пуста. Потому что взять, например, выборы 96-го года и время до выборов, для победителей, так сказать, революции, катехон был очевиден, Ельцин и его семья. Возьмем нынешнее состояние. Для многих слоев нашего общества тоже катехон очевиден. Наш президент. То есть моя операционализация не пуста. Но в то же время, уже даже поначалу, видно, что для многих ситуаций безысходности это вопрошаемо. Ну теперь, как правильно было описано, вот эти вот кризисы конца времен. Там социальный порядок обычно характеризуется тем, что у данной страты, я сразу же предлагаю социализировать это дело. То есть не все общество, а может быть пострадное. Отсутствие временных перспектив. Затем депрессивность. Или наоборот, суета. Как-то выбираться. Возможен катехон, а возможно и нет. Дальше возможно ожидание нового начала, возможно нет. Это мы там посмотрим. Ну и еще один аспект, который не был охвачен, так сказать, в заявке, ну, приглашение на конференцию. Мне кажется, что здесь уже много звучало, что раз есть новое начало, то есть это типа как эсхатология, то есть сатириология тоже как-то должно быть. Какие-то принципы слощения. В ситуации тоже возможно, у данной страты. Ну, в этом плане мой личный опыт дал мне такое почти включенное и переживание, или включенное наблюдение, по большому счету, за тремя кризисами конца времен, которые я вот хотел вынести на ваше обсуждение. Как некую актуальность, которая должна поддержать те замечательные теоретические дискуссии, которые здесь состоят. Ну, во-первых, это 90-е годы в провинции. Ну, сразу же заметил. Когда я в 97-м году переехал из Нижнего в Москву, где-то через три месяца это все рассосалось, о чем я сейчас поговорю. А до этого там вот то, что там люди жили там в Нижнем Новгороде, это действительно был период такой безблагодатности, без просветности. И действительно, так сказать, мы тут никому не нужны, мы лохи, а вокруг бегают не лохи. Тут вчера поминалась замечательная вещь «Время монстров». Это как раз вот, наверное, можно связать эти слова Жижика с периодом, когда социальный порядок некой культуры удавливается. Катехан не наблюдался. То есть как-то все люди без просветности, без просветности, надеяться не на кого и так далее, и так далее. Новое начало тоже не наблюдалось. Даже как и не было принципов спащения, то есть как выброс. Естественно, можно было переехать в Москву, но как-то в массах этот принцип не наблюдался. Типу, все мы в Москву не денемся. То есть в плане личного спащения я как раз этой ситуации воспользовался, в Москву переехал. И дальше я уже наблюдал за этим состоянием со стороны. То есть я даже сказал, что в переезде в Москву через где-то три месяца вот эта беспросветность рассосалась. Вот московский оптимизм, так сказать, меня проник. Я уже наблюдал со стороны. Могу сказать, что вот это все где-то рассосалось только к десятым годам. Начало десятого. Когда пошло финансирование в русские города, когда было дано добро на их развитие. Следующая ситуация. Донбасс. После революционной эйфории, когда там Донбасское восстание, ну действительно была, так сказать, Киевская революция дошла до окраин, на этой революционной эйфории и так далее, и так далее, наступил период Минских соглашений. То есть можно поставить там еще 15-й год, как-то там эта эйфория держалась, северный ветер и так далее, и так далее. В 16-м году, вот начиная с 16-го по 21-й год, люди Донбасса, восставшие, державшие фронт, у нас в худных подачках, так сказать, ну и их, и от северного соседа, ну там тоже состояние беспросветное. В плане Катехана тоже как-то не наблюдалось. Можно выделить трансцендентный Катехан в виде слогана, что история на Руси, да, монитор. Рационализация, он не входит. Новое начало виделось, что нам вот надо устоять, удержаться, избавиться каким-то образом от Украины, и тогда заживет. Принципы спасения тоже, самый главный был принцип спасения, держать фронт. То есть я напомню, что там эти шахтеры стояли конкретно не на 20 тысяч месяцев, рисковали жизнью. Это не на 200 тысяч, как сейчас. Следующая ситуация, это московское либеральное страты, московское либеральное сообщество после 12-го года. То есть понятно, что после 12-го года наступило время реакции, время ужимания их привилегий. Естественно, соответствующая реакция этой страты тоже перешла именно вот к конец времен. В данном случае, что я могу сказать? То есть, по-моему, все-таки Катехан уже был. Катехан, естественно, был светлый запах, светлый град на холме, который мы охраняем от этих орков с Востока. Вот. Новое начало, оно, по-моему, в принципе, в этой страте видно и сейчас. Вот после Путина, сменим Путина на Мутина, и все сразу же наладится. Ну и принципы спащения, естественно, тоже были. Главное, так сказать, продолжать свое дело, удержание, так сказать, охраняя свет от светлого град на холме. Вот. Ну, в данном случае можно сказать, что, если, так сказать, какие заключения можно сделать? Заключение можно сделать следующее, что функция Катехана, опять же, как нечто субъектное, проявляется, появляется не во всех ситуациях безысходности, не во всех ситуациях конца времен. Тем не менее, я уже перечислил, он бывает. Второй момент к вопросу о сотериологии. То есть, вроде видится, по крайней мере, по той выборке, которую я сделал, что если новое начало люди видят, то, естественно, как жить, чтобы дожить до этого нового начала, у них тоже проявляется. То есть, эта связка, похоже, ходит парень. Эсхатология и сотериология. Ну, это все. Я с удовольствием отвечу на вопросы, если будет. Спасибо. Коллеги, пожалуйста, вопросы. На самом деле, с другой стороны, я думаю, когда слушал, что, когда пошли всякие сломы всего, да, если такая академическая социология не у нас, а вот у них пыталась на это реагировать, работали, в частности, разработали, думали, чтобы очень хороший вклад, появилась понятие социальной травмы. Да, значит, с ним, ну, там, Александр работал, по-моему, штукка-бам-бам. Вот. А из этого какой-то большой-большой социология не вышла. Когда я вас слушал сейчас, Павел Игоревич, я подумал, что, вообще говоря, Вот нет рабочего инструментария, скажем, вполне конвенционального, кстати говоря, социального отчаяния. Когда мы говорим слово депрессия, это часто звучит публицистически или экономически. Вообще говоря, это могло бы быть, конечно, в точной социологической категории. И как раз у меня вот такое впечатление распадается от доклада в этой связи, что описание социальных настроений или установок, подкладок мировоззренческих в смысл социального действия, вообще говоря, без больших трудов вписывается в конвенциональную социологию, которая просто страдает, на мой взгляд, социологии страдает не будет. Да, она страдает от того, что в ней отводит. А вот противоположная сторона, то есть все, что связано с КТХ, то есть с удержанием, оно в всякий раз оказывается здесь крайне расплывчатым. И вот у меня, я не знаю, как ваше внутреннее ощущение, у меня такое ощущение, что если это дорабатывается, оно всякий раз нуждается в доработке довольно существенно именно в части удерживающих. Почему он должен обязательно удерживать? Удерживать состояние отчаяния, удерживать состояние депрессии, удерживать состояние недеяния, если вот пользоваться, или терпением пользоваться точной терминологией выбора. Удерживающие – это тот, кто не дает людям выйти из отчаяния и изменить свое положение. Это, в общем, выглядит довольно жутко. Поэтому у меня такое ощущение, что здесь где-то еще... Я не знаю, как вы воспринимаете подобного рода такой вот... Ну, во-первых, я целиком вас поддержу, потому что даже вот то, что всплыло вчера на конференции о том, что границы нет, и Катехан, так сказать, может слиться, и готов слиться просто социальным порядком и себя полностью бессмысленно, это есть. Мне кажется, здесь, вот как вы правильно сказали, да, наверное, следует более тщательно поработать и теоретически, и социологически. То есть, как операционализировать понятие Катехан, возможно, ввести Катехан-оптимист, Катехан-геприсухи, ну, не знаю. Тут надо смотреть, и мне кажется, что здесь надо как-то идти от действительности. То есть, вот обрабатывать эти ситуации и смотреть, что мы реально видим. То есть, я вот, в принципе, как-то вот эту программу готов потихонечку двигать, ну, и дай бог. Да, пожалуйста. Павел Ливерьевич, вот мне реплика, просто, мне вот вспомнилась о известного в свое время певца, пан-брокера Егора Летова, в городе Омск. Вот у него было такое... На фоне его песен выглядит такое понятие депрессивный оптимизм. То есть, означает что? Что будет? Хуже не будет. Да нет, будет, будет. Это вот просто вы сейчас говорите, так, Катехан-пессимист, вот депрессивный оптимизм. Я не возражаю. Вы сами указали, что даже в творчество чувствующих людей, вот, та неопределенность пока, неразличивности, которую, как вы сказали, Александр Фридрохович, они ее ощущают. Коллеги, еще один, да. Еще один, да, микрофон, микрофон. Садитесь сюда и говорите про вопрос. Павел Игорьевич, мне кажется, что вот ваш доклад, он подсвечивает вопрос, является ли, Катехан, чем-то внутренним социальным порядком или внешним. То есть, вы сами сказали, что сколько он может ввести чрезвычайное положение, он какой-то мере внешний. И потом, в примерах, его либо нет, либо он в минусе, либо это запах, который тоже вовне. То есть, да, действительно, может быть, это свойство ситуации социального отчаяния, может быть, это свойство самого кодекса. Ну, я бы ответил так, что, когда мы рассматриваем ситуацию безысходности, ситуация безысходности – это коллективное состояние некоторой страты, у которой достаточно плотная внутренняя коммуникация, передача человека общего эмоционального фона и так далее, и так далее. Я думаю, что фигура Катехана вырабатывается этими людьми. Она может быть персонализирована, а может быть просто там на все более Аллах. То есть, быть переведена в трансцендентное и так далее, и так далее. То есть, в данном случае, вот здесь я согласен, что немножко вопрошаема моя небольшая строгость, что Катехана не социального порядка. То есть, это как, примерно, как суверент. Он же держатель социального порядка, но в то же время он может объявить интересное положение, так сказать, обновить этот социальный порядок по многому. Но, с другой стороны, он тоже часть социального порядка. То есть, вот эта граница должна быть, мне кажется, тоже, ну, как-то отрефлюкшированной. И вот Катехан – это примерно как суверент. Значит, социальное отчаяние – это какой-то катализатор поиска? Нет, ну, социальное отчаяние – это вот страта какая-то, которая, ну, обладает некой коллективной идентичностью. То есть, внутренней коммуникацией, передачей эмоций, доверие друг другу и так далее, и так далее. Она как-то видит свои, перестает видеть свои жизненные перспективы. И говорит о том, как все будет хорошо. То есть, безыскоростно. Я вот это имел в виду, прежде всего. То есть, например, вот возьмем наших этих самых, вот, например, московскую эстраду либеральную. До 2012 года там вполне был оптимизм, борьба и так далее, и так далее. После 2012 года, как можно назвать, время реакции началось. Там вот все потихоньку переваливается, перевалилась пессимизм. Можно ли сказать, что они утратили удерживающего после 2012 года или до 2012 года? Ну, я думаю, что удерживающий у них так и был. В принципе, да. То есть, если это запах, то он уже был. Он же никогда не делался. А вот среда, ниша схлопнула. Ну, естественно, когда ниша схлопывается, они, может быть, и правильно указали пальцы в президента. Поэтому у них, так сказать, наряду с Котехомом есть еще сатана. Ну, вот тут как-то так. Вот пока, насколько я здесь помню, опять же, сослаться до Александра Фридриховича, еще теоретически язык во многом не проработан, чтобы как-то уже давать четкое понятийное объяснение. Надеюсь, что мы в это состояние придем. Спасибо.